Меня зовут Ася Успенская, я куратор ВАСЭ, Всемирная ассоциация студентов-архитекторов, работаю в Московском архитектурном институте, который является одним из партнеров Роскульт-центра и как раз проекта, о котором мы сегодня расскажем. И также в Союзе архитекторов России курируем молодежное направление. Очень надеюсь, что сегодня к нам присоединятся наши… Я точно знаю, что один присоединится, возможно, будет больше региональных наших коллег. Этот эфир мы обязательно сохраним, сразу говорю. И в нем мы сегодня попробуем рассказать про проект «Эко-система города». Я хочу представить человека, благодаря которому вообще вся эта магия случилась. Ольга Шубникова. Представьте Роскульт-центра. Оль, представьте, пожалуйста, сама, чтобы я ничего не напутала во всех регалиях и статусах. Всех приветствую, друзья. Спасибо, что вы с нами в столь поздний час. Меня зовут Ольга Шубникова. Я руководитель управления по развитию регионов в креативных индустриях. И по совместительству руководитель двух важных проектов – это «Всероссийский урбанистический хакатон-города», который мы проводим в Русском центре уже не первый год. И наш новый проект – «Всероссийская платформа развития территории. Экосистема города», которая, собственно, родилась в рамках проведения нашего хакатона-города. Вот. Хочу рассказать вам, наверное, про экосистему города, что это за проект. Мы довольно-таки уже долгое время проводим в Русском центре проект, который называется «Хакатон-города». Это проект для молодых архитекторов-урбанистов, которые достаточно в сжатые сроки, на протяжении трех дней, разрабатывают для регионов Российской Федерации объекты по благоустройству. Объекты разные – это молодежные центры, скверы, реконструкция библиотек. То есть по запросу заказчика молодые архитекторы под наставничеством профессиональных архитекторов разрабатывают концепции благоустройства тех или иных объектов. И регионы на протяжении пяти лет, когда вот уже определяется победитель, да, ребята уже разработали на протяжении трех дней концепции, регион строит этот объект в течение пяти лет. Из успешных, конечно же, у нас есть успешные примеры, среди которых у нас есть наш такой один из топовых регионов – Липецкая область. В 2020 году мы проводили там онлайн-хакатон, несмотря на пандемию он был в формате в онлайне, и ребята разрабатывали концепцию благоустройства сквера, центрального сквера в городе Липецк. Придумали ребята очень такую интересную концепцию, то есть не с нуля построить сквер, а, скажем так, его благоустроить. То есть они придумали очень интересные архитектурные формы, замену покрытия, придумали, как местные жители на городе Липецк могут проводить там свое время с пользой. И Липецк построил данный сквер в конце 2021 года. У нас пока не состоялось открытие, но вот мы ждем, когда закончится зима, сойдет снег, и мы туда, наконец-таки, все приедем и разрежем эту красную ленту. Так вот, по поводу Всероссийской платформы развития территории, экосистемы города. Когда мы проводили хакатон, мы поняли, что многим молодым архитекторам, которые с нами работают в данном проекте, не хватает, скажем так, основных основ проектной деятельности, деятельности, ну, скажем так, основ обучающего курса некого, который мог бы потенциальную нашу аудиторию молодых архитекторов подготовить к поездке в регионы, чтобы они на протяжении тех трех дней уже знали, а как работать в такие сжатые сроки, например, с объектом по реконструкции библиотек, а как работать с благоустройством молодежного центра, что необходимо учесть, там, этап исследования, этап каких-то профессиональных навыков и, собственно, уже подготовка итогового проектного предложения. Поэтому совместно с нашим ключевым партнером Роскульцентра культуры потребления был придуман проект, это система города, которая на входе обучает молодых архитекторов-урбанистов основным навыкам. Это исследовательский блок, профессиональный блок и soft skills. То есть у нас в этом году мы подготовили для вас 20 тем, которые... Нет, нет, это моя тема. Это твоя тема, но я сейчас коротко расскажу, что, да, мы подготовили как бы этот образовательный курс, то есть мы будем готовить молодых архитекторов, и потом они уже будут готовы поехать в пять регионов. С которыми мы подписали соглашение, это Пермь, Липецк, Нижний Новгород, Тула и Липецк. В этом году Липецк тоже с нами. Соответственно, молодые архитекторы после образовательного курса, у них будет возможность, собственно, пройти отборочный кур и поехать в регионы для того, чтобы разработать объекты благоустройства. У нас очень интересные объекты в этом году. В Липецкой области мы будем разрабатывать проект реконструкции библиотеки. Можно... Да, конечно, останавливайся, что я могу... Я тебя торможу, потому что ты хочешь сейчас раскрыть все карты, а мне хочется, чтобы ты сначала объяснила принципиальную разницу по срокам и вообще по структуре, потому что про хакатон немножко стало понятнее, да, тем, кто не участвовал, тем, кто участвовал, думаю, не так влюблены в этот формат. Для тех, кто не участвовал, понятно, что есть заказчик в виде региона, есть какой-то важный социальный объект, то есть это очень важный тоже фактор. Мы не зря все большие крупные институции, вузы, да, стремятся сотрудничать с этим проектом, потому что он про социальный подтекст, да, то есть мы не проектируем там какие-то загородные дачи олигархам. Мы разрабатываем те темы, те объекты, на которых очень часто не доходят руки там или маленькие бюджеты, или еще что-то, но которые критически важны для современного общества и для молодых людей. И эту часть, ну, ты рассказала, а какова структура, каковы сроки и какой сейчас этап, то есть что вообще будет в течение года и какой этап сейчас происходит именно в экосистеме города, в чем ее вот особенность, да, по длительности, да, по тому, как она будет в течение года идти, и какие есть четкие этапы, я знаю, что их можно посмотреть на сайте, но мне очень хочется, что все сайты изучили прямо с пристрастием, потому что там это изложено, но если ты сейчас озвучишь, мне кажется, это будет суперполезно. Да, хорошо, конечно. Мы запустили заявочную кампанию. С 16 ноября мы принимаем заявки от молодых архитекторов, урбанистов, городостроителей и дизайнеров на участие в нашем проекте «Экосистема города». Я попрошу, наверное, коллег прислать в чаты и прикрепить ссылку в YouTube во все трансляции нашего сайта «Экосистема города». Сейчас до 16 февраля мы собираем заявки от молодых архитекторов. Заявку можно подать на сайте. Форма очень простая. Архитекторам необходимо заполнить там фамилии, имени, отчество, дату рождения в УНС, в котором они учатся, регион, и приложить к заявке свое портфолио. Еще раз повторюсь, что срок достаточно мал. До 16 февраля мы собираем заявки. Дальше возможности попасть в наш проект, к сожалению, не будет. Поэтому желающих много. Кто хочет, подключайтесь до 16 февраля. У нас есть такая возможность. Что ждет участников после того, когда они подали заявку? После того, как мы закрыли заявочную кампанию, 16 февраля на сайте «Экосистемы» будут выходить образовательные уроки. Это тот самый образовательный курс, про который чуть позже расскажет Ася. Этот образовательный курс у нас будет проходить с 16 февраля по 16 апреля. Уроки будут выходить по два раза в неделю. И у вас будет возможность в свободное время от своей учебы и работы смотреть эти уроки. После 16 апреля мы запустим отборочный тур. Каждому участнику, который прошел образовательный курс, будет выслано задание от команды кураторов и наставников. Участники должны будут прислать небольшое домашнее задание, которое будет применимо к объектам благоустройства в пяти регионах. После чего в середине апреля будут формироваться команды из 50 лучших участников, которые прошли образовательный курс. И кураторы будут формировать участников команды в пять регионов. С июля по декабрь 2022 года будут организованы архитектурные воркшопы. То есть вы поедете в пять регионов на пять дней, где вас ждет достаточно плотный график и плотная работа по разработке объектов для пяти регионов. Которые участвуют в нашем проекте. После того, когда вы уже приехали в регионы, три дня будет проходить активный практический архитектурный воркшоп. Результатом которого станет разработанная концепция для региона. Сейчас расскажем подробнее. Давай еще раз по срокам и по тому, чем отличается. То есть если в прошлом году у нас была очень тяжелая ситуация, что там заявки, потом сразу поехали, параллельно сессия, был очень такой жесткий темп. То в этом сейчас зимой до середины февраля проходит заявочная кампания. То есть осталось две недели, да, примерно там чуть больше. И сейчас как раз начнется учеба с первого февраля у многих. И мы надеемся, что это. Прошу прощения. Дальше у нас идет образовательная часть, в которой могут принять участие абсолютно все, кто подал заявку. Так, прошу прощения. Так, не вернулся. После этого у нас идет образовательный блок, в котором все участники могут его поучаствовать. Поэтому тоже очень важный момент. Мне кажется, тут надо не стесняться подать заявку, да. То есть образовательную часть пройти сможет каждый. Дальше уже будет отбор в непосредственно команды, да. И вот тут уже у нас идет какой-то фильтр. Но вот эту образовательную часть может получить каждый. Мне кажется, это супер возможность. Я подробнее потом расскажу, чему мы будем, собственно, учиться. И дальше начинаются воркшопы, растянутые в течение лета и осени. Просто без чисел, да, чтобы вот примерно было понятно. Не накладываются на сессию, а они именно после сессии летом или в течение всей осени, там, мне кажется, почти до зимы. Вот. Правильно, да, примерно такое у нас. Да, все верно. Да, конечно. Супер. Я хочу напомнить, что если у вас есть любые вопросы, вы можете писать их нам во все чаты. Мы везде все смотрим, все видим. Окей, здесь понятно. Мне кажется, это уже большой такой импровмент по сравнению с тем опытом, который был в прошлом году. Еще хочется сразу уточнить, потому что, мне кажется, это тоже не очевидно и не все считывают. Участие в проекте бесплатное, правильно? Да, участие в проекте абсолютно бесплатное. Вот. Важно запомнить, что вам нужно подать заявку до 16 февраля. У тех, кто успел как бы подать, в любом случае, как бы будет возможность посмотреть образовательный курс. Но если вы не успели подать заявку до 16 февраля, у вас закрывается возможность поехать в регионы. А это достаточно уникальная возможность, потому что у нас в этот раз мы собрали уникальнейших кураторов. Ася, мне можно про это рассказать? Или ты тоже про это будешь рассказывать? Мне просто не терпится. Мне очень хочется, чтобы мы частями говорили, чтобы ребятам было понятно. И потом было в записи, тоже удобно это посмотреть. Хорошо. Поэтому, да, чтобы не прыгать. Мы же с тобой сейчас записываем образовательные уроки. Мы же всем говорим. Постепенно, последовательно раскрываем тему. Так. Окей. Здесь понятно, это тоже, правда, важно. То есть, так как это большой, классный грантовый проект с поддержкой от регионов. И вообще участие в нем бесплатно. И все почти воркшопы выездные. Супер. После того, как мы подались, начинаем проходить образовательную программу. Научились чему-то. Дальше у нас идет выполнение задания. И после этого идет отбор экспертов. Экспертов тоже можно всех посмотреть на сайте. Тоже они очень классные, непростые архитекторы, которые очень ждут тоже посмотреть портфолио. Все практики, все с опытом воркшопов, что мне тоже нравится. То есть, они понимают, кого и для чего они отбирают. И далее мы начинаем. Просто мне хочется, чтобы мы дальше с тобой рассказали про воркшопы. А потом вернемся к образовательной программе, чтобы всем было понятно, почему мы этому учимся. Для чего, да. Из чего у нас состоит воркшоп. Вот к нам обратился регион. Мы сейчас начинаем с ними тоже все это прорабатывать, все эти задачи. И образовательная программа, проектная часть у ребят, она начнется не в момент выезда. То есть, команда, когда мы отберем участников еще летом, они начнут свою работу по исследованию этого региона. То есть, на самом деле, воркшоп, вы знаете, часть его будет длиться действительно там какое-то ограниченное количество дней. Но работа с куратором, возможность губиться в тему, возможность поработать с регионом, возможность выстроить новые связи, новых партнеров, она будет сильно до. Мы рассчитываем, что минимум за месяц мы уже начинаем какую-то онлайн дистанционную работу. Мне кажется, тоже это важная часть. А теперь тоже хочется, чтобы ты рассказала про воркшопы уже более подробно и про регионы. Но, опять же, в сравнении для тех, кто был на хакатонах или участвовал в прошлые сезоны, вот эту разницу, что они стали длиннее, что воркшоп будет больше погружения, он будет просто по сроку. Он же стал длиннее, правильно, в этом году? Да, он стал длиннее, в этом году это 5 дней, из которых, собственно, 3 дня плотной работы и 2 дня на вход, скажем так, на мягкий вход в концептуальную историю объекта. То есть мы приезжаем, ну, то есть все понимали, выезд будет 5-дневный, правильно? Да, 5-дневный, 5-дневный очный выезд, да, и это участие, еще раз повторюсь, бесплатное, организаторы несут на себе все расходы по приезду, проживанию. Хорошо, дальше, теперь про регионы, про то, где мы участвуем, можем ли мы уже раскрыть темы, которые у нас в регионах? Да, конечно, мы можем, у нас уже все темы есть. Итак, в Липецкой области мы будем работать над реконструкцией научной библиотеки. Это центральная библиотека с очень богатой историей, поэтому это на самом деле удивительная возможность, поэтому Липецк, у нас будет вот реноваться Липецкой областной универсальной научной библиотеки, благоустройство прилегающей территории. Над этим объектом уже долгое время там Липецкая область думает, как правильно к ней подойти, и вот благодаря нашему проекту они как раз хотят разработать концепцию вот по этой реновации, потому что это самая центральная библиотека, она очень крупная, у этой библиотеки потрясающий архив научных материалов, поэтому Липецкая область очень гордится данной библиотекой, и на самом деле у нас уникальный шанс поработать над данной библиотекой, потому что не всем такая возможность выпадал, а вот в рамках экосистемы города Липецк нам разрешил поработать над данной библиотекой, очень интересный объект. В Тульской области, прошу прощения, мы будем заниматься благоустройством Тульского областного центра молодежи. Тоже достаточно центральный знаковый объект для города Тулга. В Пермском крае, в городе Перми, мы подписали соглашение с Министерством физической культуры и спорта, и мы будем работать над объектом спортивного комплекса «Комета». Уникальнейший, тоже самый крупный вообще проект за нашу историю. Мы никогда еще не работали, во-первых, со спортивными комплексами, и никогда у нас не было еще такого крупного объекта и по территории, и по площади, и по уровню ответственности, который будет стоять перед нами по выполнению данной задачи. В Архангельской области, в городе Архангельск, мы будем работать над благоустройством прилегающей территории около дома молодежи. То есть мы не будем затрагивать интерьер, или, ну, экстерьер возможно, но акцент при благоустройстве мы должны сделать именно на прилегающей территории, потому что это очень-очень важно. То есть сейчас там, к сожалению, нет доступного общественного пространства, куда бы могли приходить и местные жители, и молодежь, и дети, поэтому это тоже будет такая точка притяжения в городе Архангельск. И расскажу про последний наш объект. В Нижнем Новгороде мы будем работать над реконструкцией зданий библиотеки с прилегающей территорией. То есть у нас в этом году, на самом деле, удивительно, мы не специально подбирали, но у регионов появилось вот несколько запросов. Вот у нас две библиотеки будет, и получается два молодежного центра. И один объект будет спортивный, это спортивный комплекс. На самом деле уникальнейшие объекты. Мы очень гордимся, что нам дали такие ответственные проекты для областей, поэтому вот карты я раскрыла. Про кураторов. Кураторов, даже не знаю, мне кажется, кураторов надо уже раскрывать в постах в соцсетях. Ну, мы сейчас их немножко затронем. В рамках образовательной программы, мне кажется, то, что у нас будет быстрее. Отлично. Мне еще тоже хочется сделать акцент, в связи с тем, что раскрыла площадки, рассказала. Сказайте ребятам, что помимо сайта будут выходить посты в Инстаграм проекты. Какие у вас еще есть соцсети? Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Да. Вот можно подписаться, и будут выходить посты, где будет более подробно это уже раскрываться. Сейчас, в ближайшие тоже дни, мы будем больше писать уже про объекты, поскольку они определены. Прокураторов в том числе, кто куда у нас распределяется. Так что подписывайтесь, чтобы не терять эту информацию, потому что эфиры каждый день мы делать не будем. Дальше тоже хочется еще вернуться к теме того, кто может стать участником, и подчеркнуть, что это от 18 до 35, потому что темы, которые ты обозначила, они достаточно серьезные. И это такие не игрульки играть. То есть это серьезные проекты, сложные, возможно, даже кажется слишком сложные. Но это вот наша уже работа сейчас сформулировать предмет разработки. Естественно, это будут концептуальные проекты, да, то есть мы делаем проектные предложения, идеи собираем от молодых людей, которые будут пользователями этих пространств. Но очень важно понимать, что если вы уже закончили вуз, если вы практик, вы как раз можете стать тем лидером команды, да, то есть работа всегда будет в командах. Скорее всего, в этом году 5 человек, да, у нас все команды примерно по 5 человек. Да, да, по 5 человек. Да, и у нас был в прошлом году удачный опыт, у нас спойлер, сегодня чуть позже, там, через какое-то время мы подключим наших коллег, друзей, участников, которые были в прошлом году. И одна из них как раз закончила архитектурный вуз, и это чувствовалось, да. То есть когда ты работаешь в смешанной команде, где есть уже начинающие практикователи, уже практикующие или опытные архитекторы, или даже люди там из каких-то смежных областей, это всегда интереснее, и молодым ребятам, которые еще только учатся, или только поступили, или там закончили первый-второй курс, всегда интересно. В общем, чем более смешанная команда, тем это интереснее, поэтому не стесняйтесь подавать заявки. Не те, кто только еще поступил в институт, не те, кто его уже закончил, думает, что это уже не для него, так вот это для вас. И тема как раз очень интересная, и мы будем отбирать в том числе по портфолио. Это будет один из важных критериев, поэтому ваш опыт только на руку. Так, теперь дальше. Ну, давай теперь про образовательную программу, наверное. Да, давай. Я расскажу сейчас немножко про образовательную программу, чтобы вы понимали, из чего она состоит. И на что мы хотим сделать акцент. Я уже несколько лет работаю с Роскульт-центром, и из года в год мы, в принципе, фиксируем одни и те же темы, которые буксуют, которые вызывают какие-то сложности у участников в рамках проведения мероприятия. И образовательная программа призвана сократить этот разрыв. Потому что Оля ее когда начала описывать, я даже немножко испугалась, потому что звучало так, как будто мы тут за два месяца сделаем суперлюдей. Это не так. То есть мы на вашу базу, на ваши фундаментальные знания, которые вы получаете в вузах, которые вы получили, там, не знаю, если вы закончили колледж, институт, если вы уже работаете, мы будем делать акценты на тех местах, которые обычно проседают и которые помогут вам усилить какие-то, получить какие-то навыки, которые вам будут, в принципе, полезны в профессии и будут очень полезны в рамках воркшопов, в рамках экосистемы города. То есть важно понимать, что это не какое-то дополнительное образование или не какие-то курсы специфические по какому-то конкретному софту. Мы сейчас со следующей недели, с первых чисел февраля, начнем публиковать анонсы образовательной программы. И я очень рекомендую в них поразбираться, посмотреть. То есть это полезная всем архитекторам, начинающим архитекторам информация для любой профессиональной деятельности с прицелом на то, что она очень поможет в этом коротком интенсиве проектного воркшопа. Как уже сказала Оля, мы разделили программу на несколько блоков. Первый будет посвящен исследованию и предпроектному анализу и построению гипотезы, формированию идеи. И здесь мы затронем от фундаментальных тем классических строительного анализа, альтернативные методы работы с территорией, современные инновационные подходы. В работе с территорией, в ее исследовании, в исследовании людей, с которыми вы работаете. Вообще, что надо исследовать, что правильно исследовать, чтобы получить хороший продукт и так далее. Далее у нас есть блок более прикладной, архитектурный, где мы говорим о том, как правильно работать с разными, как правильно вести этот архитектурный путь, формировать архитектурную идею, на что делать акценты, какие есть тенденции в современном проектировании, в благоустройстве, в работе с общественными пространствами, в работе с крупными спортивными объектами, в работе с мафами, в работе с временными выставками. Чтобы лучше вы понимали вот эту разницу прикладную, архитектор, который занимается непосредственно каждый день разработкой таких объектов. И в этой части очень много акцента. Вообще в образовательном блоке, интересный многие используют прием, строят курс на ошибках, то есть показывая, к чему может привести не делание чего-то, опережая наперед, вам говорят, вот не сделаешь так, получишь вот такой результат. И как бы работают над своими ошибками, что мне тоже очень нравится. То есть это не какие-то примеры с Луны, все объекты очень реальные, возможно вы в каких-то были, или там были на каких-то мероприятиях, или работали с этими людьми, или можете с ними поработать. Тут также в этом блоке мы говорим про, страгиваем очень важную тему культурного наследия, работы с реставрацией, с реконструкцией, в отличиях этих понятий, опять же методиках, методах и особенностях работы. И третий блок, который мы объединяем темами soft skills и презентацией, то есть когда у нас уже есть архитектурный продукт, что дальше, как его правильно донести, как правильно его подать, как вообще говорить, как правильно выстраивать отношения в команде, вообще о чем эта командная работа. Какие-то альтернативные методы подачи, вообще что есть в этой сфере, о чем, может быть, кто-то даже не думал, что проект архитектурный можно подать так, и так далее. То есть мы хотим за... Сколько у нас, два месяца, да, примерно курс будет идти? Ну, выходить по чуть-чуть. Да, с 16 февраля по 16 апреля, ориентировочно. Вот мы хотим, чтобы за это время вы постепенно получили дополнительные знания и углубили их самостоятельно, да, там будут полезные ссылки, полезные материалы, может быть, какие-то темы для вас будут на вы со всем, и вы захотите их как-то подробнее почитать, поисследовать, там, может быть, изучить где-то. И нам важно, чтобы вы сделали эту работу над собой, потому что задание, которое мы будем давать в конце образовательного курса, оно будет отчасти оцениваться, исходя из того, применили ли вы те знания, которые мы дали вам в образовательном курсе. То есть у вас не будет домашнего задания после каждой темы, да, там, не знаю, тема, строительный анализ или там социокультурное исследование. Это не значит, что потом вам надо будет социокультурно сразу что-то исследовать. Но сумма всех этих знаний, нам важно увидеть, как вы это примените в выполнении задания, которое станет частью отбора. Вот. Мне кажется, я могу еще затронуть спикеров, конкретные фамилии, просто мне кажется, на слух тяжело воспринимать. Мы опять же будем публиковать вместе с анонсами курса. Но все, кто у нас заявлен, это люди, которые непосредственно проектируют сегодня, занимаются современной архитектурой, работают в крупных бюро или являются руководителями этих бюро, занимаются, в общем, люди с поля, из архитектуры, из профессии, которые делятся своими какими-то последними наработками, последними знаниями. И это абсолютно ни в коем мере не заменяет высшее образование или какой-то профессиональный ваш опыт. Нам он будет также важен. Просто вот эти знания, которые мы даем, они помогут вам эффективнее провести три дня воркшопа. Нам не надо будет тратить время на том, чтобы объяснять вам, как строить презентацию или как лучше выходить на защиту. Мы надеемся, что вы уже, посмотрев эти ролики, эти знания приобретете. Дальше. О чем мы еще хотим сказать? Мне кажется, мы уже много всего сказали. Я бы позвала девочек к нам в эфир, как ты думаешь? Я думаю, что да, можно. Единственное, я все-таки осмелюсь немножечко заспойлерить, потому что эта информация у нас уже была и публиковалась в соцсетях. Я раскрою карты там касательно кураторов. Я не буду вам раскрывать карты, куда конкретно будет определен куратор. Но, тем не менее, среди наших кураторов Олег Аркадьевич Шапира, это Вау Хаус, это Петр Толпин, руководитель отдела развития спецпроектов Манежа, это Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Оркестра Дизайн и многие другие. Поэтому вот я вам дала спойлер, поэтому, но где конкретно будут эти кураторы, я вам карты не раскрою, чуть позже. Теперь можем перейти, наверное, к успешному, наверное, таким успешному опыту. У нас с нами в эфире наши девчонки, которые с нами были в полях на Хакатоне города, и они вам сейчас расскажут про свой опыт и в целом поделятся впечатлениями, чтобы у вас немножко ослопнулась картинка, что вас ждет в регионах. Девочки, заходите к нам. Добрый вечер. Всем привет. Привет. Значит, я представляю вам наших гостей нашего эфира. У нас сегодня такой дамский клуб. У нас не одни девочки, у нас много молодых людей-кураторов, много молодых людей-участников. Елена Перминова сейчас студентка МАРХИ. Сейчас, если я не ошибаюсь, Лена в Риме на обменной программе. И Ира Мизгирева. Правильно? Я все время боюсь ошибиться в фамилиях. Все правильно. У меня на букву «Ё». Ира Мизгирева, архитектор из Нижнего Новгорода, куратор молодежного направления Союза архитектора Нижегородского отделения. Обе участвовали в прошлом году в Хакатоне. Расскажите про ваши впечатления, чтобы, может быть, ребятам, кто нас сегодня смотрит, было чуть понятнее вообще, о чем этот формат, почему в нем можно участвовать или не можно участвовать, для кого он будет интересен и почему он был интересен вам. Ты начнешь, Рим? Я хотела, чтобы ты начала, потому что... Ну, хорошо. Мы были с Ириной вместе в одной команде, и мы занимались реконструкцией зоны ФАЕ, городской филармонии города Псков. Мы начали анализировать проект еще до того, как приехали в Псков. Потом мы вместе работали 4 дня и представляли проект перед администрацией. Для меня проект «Города» — это некая проба себя, во-первых, потому что достаточно сложно рассказать перед публикой о своем проекте, но именно там можно попробовать это сделать. Во-вторых, это полезный опыт, получение новой информации, это проектирование в реалиях, потому что действительно мы работаем над проектом, который существует, который требует изменений. Ну и, конечно же, знакомство с ребятами, студентами, архитекторами со всей страны. Это, конечно, очень важно. Такое архитектурное комьюнити появляется. Некий каворкинг осуществляется, и ты сразу получаешь не только знания, но и подхватываешь некий навык студентов и архитекторов. Спасибо большое. Ира? Я как бы и дополню, и продолжу то, что Лена рассказала, и еще расскажу с точки зрения именно человека, который имеет определенный опыт работы, может, не очень большой, но я уже практикующий архитектор. И для меня участие в хакатоне вообще было таким челленджем, каким-то для себя личным испытанием, потому что любая работа, даже если ты ее очень любишь, она все равно представляет из себя по большей части рутину. А хакатон – это была такая возможность из этой рутины выпрыгнуть, получить очень много новых впечатлений и знакомств, и попробовать себя, например, в другом коллективе, что мне очень понравилось. И вот Ася сказала о том, что те, кто будут уже опытными архитекторами, они, скорее всего, возглавят свои команды. Я, честно говоря, не могу сказать, что я прям возглавила свою команду, потому что у меня команда была суперсильная, и мне прям просто понравилось вот это ощущение того, что ты обмениваешься идеями с людьми, которых ты узнал совсем недавно, они мыслят совсем по-другому, у них иной взгляд на те вещи для тебя привычные, и это очень сильно расширяет горизонты. Для меня это был прям какой-то глоток свежего воздуха, наверное. Я как бы боюсь показаться слишком пафосной, но правда, мне очень понравился опыт участия, и я прям вот особенно практикующим архитекторам советую подавать заявки, обязательно учиться и потом приезжать в города, потому что вы точно не пожалеете, и вам это запомнится прям на всю жизнь, этот классный опыт, ни с чем не сравнить. Полностью согласна. Вот я вам могу сказать, что кураторы, спасибо большое за то, что поделились этим, я вам могу сказать, что кураторы, мы в Мархи давно достаточно участвуем в этом проекте, и он, это проект без для, в принципе, по сути своей, да, он основан на каких-то социальных ценностях, да, то есть это не проект за какие-то бешеные гонорары и так далее, в нем все, кто участвует, должны быть заинтересованы, иначе он не работает. И вот кураторы, которые от Мархи ездят в Сокотонной, которые от Союза мы начали привлекать, они точно, у них на самом деле очень похожие эмоции, потому что всегда суперинтересно работать с новым объектом, да, с новым местом, возможность посетить места, в которых ты не, ну, маловероятно, что побываешь, да, или это потребует от тебя каких-то усилий, которые тоже иногда тяжело приложить. Ну, я не знаю, кто из вас был в Архангельске, я вот, к примеру, не была, и я вот буду проситься Оле курировать Архангельск, Оль, возьми меня в Архангельск. Ну, это действительно уникальная возможность познакомиться с архитектурой, с людьми в очень разных местах, в очень разных городах, и, ну, вот все, что вы сказали, я прям плюсую, и на самом деле такие эмоции, мне кажется, у всех. Не знаю, Оля, у тебя похожие эмоции, или у тебя какие-то другие, но у всех с архитектурной части сплошная позитив любовь. Ну, на самом деле, вот, я могу сказать по опыту, у нас просто в этом году Хакатон проходил очень жарко, у нас был просто трип друг за другом, мы ездили в эти регионы, это было очень тяжело. Ребятам тоже было непросто, конечно, когда ты приезжаешь на три дня, и теперь за три дня нужно разработать концепцию, это достаточно тяжело. Но мы все как бы держались на какой-то всеобщей любви, драйве и мотивации, потому что мы хотели действительно сделать очень хорошую концепцию для того или иного объекта. Поэтому впечатления у меня только положительные. Во-первых, я очень люблю эти проекты, люблю то, чем я занимаюсь, и они вообще, я невероятно горжусь вообще этими архитекторами, которые просто с флагом едут в регионы, разрабатывают три дня, и днями, и ночами разрабатывают эти проекты, не спят, и получается очень крутой проект. Это супер. На самом деле, с нами тут в эфире один из наших потрясающих кураторов, тоже вот Псковской области, это Сергей Станкевич, советник-губернатора Псковской области, и один из кураторов. Он, к сожалению, не может к нам подключиться и что-то сказать, но мы все шлем ему лучики любви, тепла, потому что Ков запомнился мне особенно. Это потрясающий, во-первых, регион, там была суперская команда, вот, и у меня только самые потрясающие вообще эмоции. Да, мы все, все из Пскова, да. Да, добрались в эфире все в Псковской. Так, это не специально, это случайно. Кинолево. Давайте теперь... У меня вопрос, вот Ира уже частично на него ответила, но, может быть, еще кто-то хочет дораскрыть. У меня есть ощущение, что вот с этого года, как ты спрашивала, регионы серьезнее, что ли, ну, как бы с каждым годом они как будто серьезнее относятся к этому проекту, и, мне кажется, это даже определенный потенциал для какого-то карьерного роста, то есть ты в рамках этого проекта еще можешь, ну, как-то и себя на рынке, да, понять, понять, что с архитектурой происходит, и, в принципе, мне кажется, есть какая-то ценность для ребят, для участников. Ну, я минимум там слышала раза четыре, как участникам предлагали остаться в разных, причем, регионах и присоединяться к местной архитектурной команде. Вот, но есть ли ощущение вот этого какого-то профессионального опыта именно с точки зрения лучшего осознания себя в профессии, в карьере? Да, я, можно, расскажу свой опыт. Конечно же, есть. Благодаря, во-первых, радушию и такому теплому приему приглашенных архитекторов к этому проекту, чувствуется, что ты нужен, вот, и действительно, ты учишься не зря, вот, и как выпустишься, у тебя просто горизонты все открыты перед тобой, ты можешь поехать, проектировать на благо, и людям действительно нужны твои знания. И ты готов учиться и готов отдавать. Это чувствуется. Ир, подвисно чуть-чуть. Что ты за связью? Да, вообще, в моей истории хочу сказать, что после Хакатона именно я решила вообще заниматься общественной деятельностью в рамках нашего Нижегородского союза. Ну, как-то так все само собой произошло. Просто я поняла, что теперь у меня есть знакомство в Москве, в Центральном союзе, что есть знакомство в регионах, и что действительно это все очень интересно, это не только нужно и полезно, что так понятно, что как бы и мне это принесет удовольствие этим заниматься. И поэтому я решилась и теперь занимаюсь молодежной политикой союза в нашем регионе, в Нижнем Новгороде. И я думаю, что многих людей Хакатон натолкнет на новые мысли, может быть, не обязательно в общественной деятельности, может быть, просто в карьере и так далее, тем более в этом году будет такая еще образовательная программа. Потому что одно дело, не знаю, читать журналы, смотреть, быть подписанным на каких-то архитекторов и следить за ними, а другое испытать на себе и пообщаться лично с очень многими людьми. И это всегда дает очень большой заряд какой-то энергии и новых идей. Конечно, я думаю, что каждый, кто поучаствует, немножко или может в большей степени изменить свою жизнь и взгляд на свою карьеру, будущее. Спасибо. Я вас попрошу остаться, наверное, на всякий случай в эфире с нами, на случай, если будут еще какие-то вопросы. Может быть, как бы с позиции участника. Спасибо большое, что вы к нам присоединились, поделились. Я хотела бы, Оль, знаешь, чтобы мы затронули. Потому что сейчас, мне кажется, у всех вообще взорвется мозг. Помимо экосистемы города в этом году будет хакатон. Правильно я понимаю? Да. То есть вот теперь все, что мы говорили, да, вот мы сколько уже, там, минут 40 разговариваем, ставим на паузу такую небольшую. И надо очень четко осознать, что это два проекта. Оль, расскажи очень коротко, прям в общих чертах. Может быть, мы потом еще сделаем отдельный эфир. Вот это отличие. Если ты попал в экосистему, это поможет как-то тебе поучаствовать в городах, предположим? Или это вообще две разных истории? И вот с точки зрения механики и вот тайминга вот этого, как они работают вместе? Или, условно, мы приглашаем всех зарегистрироваться сейчас в экосистему на образовательный курс, а с городами там будет ясно позже. И, условно, те, кто внутри экосистемы, получат там весточку стопроцентно. Просто вот эту механику немножко объяснить, да, чтобы у людей не сложилось раздвоение какого-то в голове. Ну, смотрите, основное отличие. Хакатон – города. Вообще, что такое хакатон? Хакатон – это формат мероприятия, когда в сжатые сроки разрабатывается обе другое устройство. Хакатон – это мероприятие. Сначала пошло это все там из Америки. Хакатоны, как правило, бывают в IT-технологии. У нас просто уже испокон веков хакатон-города, то есть архитектурный урбанистический хакатон. Чем отличается хакатон-города от экосистемы-города? Хакатон-города – это только практический архитектурный воркшоп. Вы едете на три дня и разрабатываете проект благоустройства для регионов. На хакатон-города вы регистрируетесь через Росмолодежь и их систему АИС Росмолодежь. У всех она есть. Экосистема города готовит участников, то есть мы в экосистему города зашили образовательный курс, который будет готовить участников к поездке на архитектурный воркшоп, на вот этот самый хакатон. То есть хакатон, еще раз повторюсь, это формат мероприятия архитектурного. Но экосистема и хакатон – это как бы два проекта в одной области. Просто в экосистеме города мы дополнительно обучаем ребят к поездке на архитектурные воркшопы, на вот эти хакатоны города. В проекте «Хакатон – города» вы просто подаете заявку и едете на практически архитектурный воркшоп. Мне кажется, сейчас взорвется мозг у всех, но правьте меня, если что, потому что я как бы, в моей голове все понятно, если кому-то что-то непонятно, то говорите. Но маленькое уточнение. Те люди, которые подают заявки сейчас на сайте системы города, у них будет возможность поехать тогда в хакатон и подать заявку, только нужно будет еще раз подать заявку на АИС «Росмолодежь», потому что я уверена на все 300%, что как только мы закроем заявку 16.02, у нас появятся желающие поехать в регион. Еще раз повторюсь, если вы не успеваете подать заявку 16.02, у вас не будет возможности поехать в регионы. И тут выступает хакатон «Города». Если такие участники все-таки будут, а они будут, и они все-таки подали заявку на экосистему «Города», с 14, ну, с середины февраля, там, ну, ближе к концу, мы начнем уже заявочную кампанию, ну, хакатон «Города», поэтому вы просто переходите на другой сайт, регистрируйтесь, и у вас будет возможность поехать просто в другие регионы, не те, которые у нас в рамках этой системы, но в другие пять регионов, среди которых будут… Нет, нет, не говори, сейчас все запутаются. Хорошо, все, окей, стоп, стоп кадр. То есть правильно я понимаю, что сейчас важно зарегистрироваться до 16. Почему мы все время это слово повторяем? Мне кажется, если его посчитать, мы его там сотню раз сказали. Ну, просто NLP, 25 кадр. Да. Просто важно сейчас это нанести, что сейчас ты попадаешь вот в этот образовательный блок, и возможность в пять уже определенных, конкретных, понятных регионов, с задачей и так далее. То есть условно ты себе там на год вперед можешь примерно прикинуть там, где-то будешь участвовать, с кем поработаешь и так далее. Если же ты вот это все как-то узнал позже, там еще чего-то, у тебя будет возможность поучаствовать в хакатоне, и там какие-то другие сроки, о которых там где-то, наверное, отдельно мы потом расскажем, но уже не вот в этой образовательной программе. Правильно? Да. Да. Окей, все, мне теперь стало понятно. Просто чтобы ребята тоже себе это зафиксировали, сейчас условно можно получить два по цене одного, и рекомендуем сейчас это сделать. Так, окей. Теперь я перехожу смотреть вопросы. Девочки, если вдруг они появились у вас, по участию, по еще чему-то, вы будете нашей фокусной группой. Так что можете нам смело задавать вопросы. Я иду читать вопросы. Всем машет рукой, всем привет, всем привет. Может, будет задать вопрос и спрашивает человек. Да, можно. Нужно. Ну, нужно, да. На сайте обозначено, что три человека в команде. Оля, давай ты будешь комментировать. Да, еще раз, смотрите. Это ограничение, если, допустим, команда молодых архитекторов хочет подать заявку на эту систему города. Такая возможность есть. Но у нас есть ограничение. Команда не должна быть больше трех человек. И при этом каждый из членов команды должен подать заявку отдельно со своим портфолио. Поэтому ограничение, если это как бы команда из трех человек, если больше, вы не сможете. Тогда просто вы лично подаете заявку. А что такое команда? Она дальше так и остается командой? То есть они едут на объем? Нет, нет, нет. Смотри, просто есть, например, у нас уже несколько лет такой опыт. Есть просто команда участников, которые разрабатывали, например, проект двухустройства, библиотеки в Сомске. Они очень хотят принять участие, но команда, условно говоря, пять человек. Мы специально поставили ограничение в три человека, потому что, как правило, если подается заявка командой, эта команда хочет быть в команде в этой системе города. Мы это не очень любим. Объясню, почему. Есть определенная наша позиция. Потому что важно как бы разбить команду и поместить их в ту, скажем так, поместить их в другие условия. То есть чтобы они научились вот этому команду образования с другими людьми. В этом основной как бы смысл вообще команды образования на практических воркшопах. Потому что, как бы, если у вас команда там больше там пять человек, условно говоря, ну, в общем, это сложно. Это может быть... У меня вопрос. Можно это так упростить, что участие в экосистеме персональное? Да, персональное. И поэтому просто у нас, правда, были ситуации достаточно тоже и милые, с одной стороны, а с другой стороны, ну, правда, странные. Когда люди говорили, что вот мы вместе и все, и хоть рубите нас там, режьте, что хотите, делайте. Ну, то есть чтобы как бы такого не было, персональное участие. Все, как бы, в портфолио там и так далее, отбор будет уже персональный. Так, дальше иду по вопросам. Девочки, если у вас появляются вопросы, тоже, пожалуйста, пишите. Ну, в смысле, говорите. Все вопросы... Так, это я писала. Как узнаете, что заявка дошла до организатора? Как только вы подаете заявку на экосистеме города, вам приходит уведомление на почту, что ваша заявка зарегистрирована. В том случае, если вам такое уведомление не пришло, вы пишите нам на почту, которая указана на сайте info.sobakaecosystem.ru. Пишите нам запрос. Я Паша Иванов. Проверьте, пожалуйста, пришла ли моя заявка. Мы проверяем и отвечаем вам очень оперативно на почту. Супер. С почты, я полагаю, есть на сайте, ее можно посмотреть, да? Да. Так, можно ли будет выбрать площадки? Площадки, куда бы я хотела поехать? Это можно указать в разделе о себе при подаче заявки. Ну, допустим, я хотел бы поехать в Пермский край, потому что первое, второе, третье. Мы это просто себе зафиксируем, но важно понять, что команда будет формироваться не просто по желанию поехать в тот или иной регион, а по вашим ключевым компетенциям, потому что мы неспроста сформировали очень сильный пол кураторов и наставников, которые лично будут отбирать каждого из вас и формировать команды. Поэтому в любом случае такая опция есть, но решающее слово за кураторами, которые будут вас распределять в команды. А вот скажи мне, у меня тоже есть встречный вопрос, есть ли интерес, да, и какой-то, может быть, такой внутренний приоритет, не то, что официальный, да, но какой-то вот внутренний, о том, что условно, если ты из этого региона, да, ну вот как в случае Иры из Нижнего Новгорода, понятно, что, скорее всего, Ире будет в этом году, она будет завязана как-то в орг моментах, да, и может быть, будет недоучастие, но вот есть ли какой-то приоритет у участников из региона самого на то, чтобы быть в этом регионе, чтобы, ну, они там в дальнейшем как-то этот проект могли развивать и так далее, или такого нет, все будут перемешаны как угодно, просто по рейтингу будем набирать? Рейтинг, безусловно, самый важный, самый важный критерий при формировании команд, однако по практике мы всегда стараемся миксовать команды, безусловно, брать в команды тех местных жителей, которые проживают в том или ином регионе, потому что у них есть ключевая мотивация сделать хорошо, и к местным жителям мы просто подключаем жителей из других регионов, потому что заявки подаются со всей России, вот, но мы практически никогда не формируем команды только из жителей этого региона, потому что мы наоборот, сделать максимально качественный проект, мы как бы миксуем участников, потому что всегда важна, ну, как бы третье мнение, чтобы вот сделали люди из других регионов, посмотреть на свою область с другой стороны, поэтому это очень важно. Спасибо. Так, Максим Максименко передает нам привет. Привет, Максим. Вопрос. Новосибирск будет в списке городов в этом году? Да, будет. Он будет именно в Хакатоне, правильно? Он будет именно, да, в Хакатоне, но это не исключает возможность подать заявку на эту систему города и пройти образовательный курс дополнительный, чтобы быть готовым к Новосибирску. Так, дальше, Максим, здравствуйте. А, да, это Лера отвечает. Как узнать, что заявка, это мы уже спросили, это тоже мы уже спросили. Добрый вечер. Проект благоустройства в Ленинградской области входит в какой-то раздел конкурса? То есть будет ли у нас Ленинградская область в этом году, правильно, этот вопрос? Наверное. Ну, если вопрос про будет ли Ленинградский объект в Ленинградской области в этом году, то ответ нет, не будет. Просто по той причине, что мы в Ленинградской области проводили Хакатон в 2020 году. В 2021 году у нас накопилось уже два объекта, таких основательных, которых нам нужно просто довести до строительства. Поэтому мы сейчас регионно будем заниматься этим. Нам нужно немножко закрыть подвисшие вопросы. Поэтому Ленинградская область в этом году на стопе, но жителей Ленинградской области, безусловно, приглашаем к участию в нашем проекте. Какие требования к портфолио? Хороший вопрос, нам задавали его уже неоднократно. В портфолио мы можем как-то вывесить, может быть, пример портфолио. Просто у каждого архитектора портфолио разное. Но сейчас я постараюсь объяснить своими словами, просто по практике того, что присылают ребята. Это ваше фото, фамилия, имя, отчество, ваше образование, где вы учились, какие ваши основные компетенции. Плюс визуал. Это самая важная часть портфолио. Вы показываете те работы, которые вы делали. Это благоустройство, это какие-то, я не знаю, клоузура, это какие-то, может быть, фотомодели, макетов, которые вы делали. То есть тот визуал, это ваши работы, собранные в формате PDF. Можно там убрать первую часть про фио, там ваше образование, если у вас нет такого портфолио. Просто приложить визуал ваших работ в формате PDF. Для чего нам это нужно? Экспертный совет будет смотреть ваше портфолио и понимать, ну, как бы оценивать уровень ваших компетенций. То есть мы понимаем, что у вас был опыт работы с благоустройством общественных пространств. Окей, хорошо. У вас был, вы специалист в гранд-скрытном анализе, вы просто топовый специалист. Мы понимаем, отлично, окей. Вы отлично, вы уже работаете. Вы работаете в каком-то архитектурном бюро. Классно. Мы заходим в это архитектурное бюро, смотрим, на чем специализируется архитектурное бюро. То есть еще раз, это, грубо говоря, ваше CV, ваше резюме. Вы подаете нам все ваши работы, мы их смотрим и оцениваем. Вот. У меня вот вопрос есть к девочкам, что они вставляли в свое портфолио, на что делали акцент. А потом еще, Оль, будет к тебе вопрос. Хорошо. Так, ну, я могу рассказать. Я уже подала заявку, вот, и всех тоже призываю. И в моем портфолио я решила себя ограничить десятью самыми любимыми и лучшими, на мой взгляд, проектами. Ну, во-первых, потому что есть ограничения по весу в портфолио, оно не должно быть слишком длинным, но в целом, как бы, слишком большие PDF-файлы и любые вообще там презентации и так далее, они просто не воспринимаются. Поэтому, да, советую такое ограничение себе ставить. Вот. Вставила десять, у вас их, может быть, не знаю, там семь-восемь, например, если остальные вам не сильно нравятся. Вот. И я вставила, поскольку я практикующий архитектор, у меня появились в этом году фотографии первого объекта, в котором я принимала участие по благоустройству. Я их тоже, безусловно, добавила, вот, ну, чтобы показать, что уже что-то реализованное есть. Вот. Ну, и, соответственно, если вы там, как правильно, вот, уже так Ольга или Ася сказали там про то, что если вы специалист в аналитике, и в этом вот ваша сила, то нужно вставлять, может быть, схему по аналитике. Вот, я это тоже сделала, то есть не только визуализации, не только там планировки, если вы объемкой занимаетесь, то есть покажите то, чем вы гордитесь. Я думаю, что это для любого портфолио, не только архитектурного, актуально. Вот. Ваши самые классные, крутые фишки, то, что у вас лучше всего получается. Также призываю каждому проекту какой-то короткий комментарий писать. Ну, вот, что, какая основная идея, концепция этого проекта, что вы в нем выделяете, что вы хотели им сказать. Так будет, возможно, понятнее. Вот, ну, как бы, конечно, текст в портфолио, это, наверное, последнее, на что обращается внимание, но я всегда так делаю, там, короткими фразами дополняю проекты. Ну, вот. Они очень важны, потому что если у тебя просто картинка, ты иногда как куратор, как эксперт, ты даже, ну, картинки условно, да, ты их смотришь там сотню штук. И ты не всегда понимаешь, что именно здесь делал человек, да, то есть ты целиком его работа или там условно он. А, да, да. Да, и еще, вот, кстати говоря, по поводу портфолио, я еще сделала так, что я, в принципе, к каждому проекту сделала такую небольшую сносочку, типа не комментарий к самому проекту, а я написала там роль в проекте. Потому что в некоторых я была там гапом, а в некоторых я была ведущим, в некоторых я просто была архитектором и участвовала, что-то там какую-то часть разрабатывала. Где-то, ну, как бы, в основном были мои визуализации, но поскольку я уже работаю, ну, естественно, у меня есть объекты, в которых я участвовала там как архитектор, но у нас есть визуализатор, и он там делал визуализацию. Я, соответственно, сделала пометку, что тут вот другой человек еще участвовал, и это нормально, потому что мы вот все занимаемся командной работой, просто нужно разграничить, наверное, для того, чтобы тем, кто оценивает ваше портфолио, было понятно, на что способны именно вы, ну, чтобы никого тоже не обманывать. Я думаю, это честно еще подписать, да, какую именно роль в проекте вы принимали. Спасибо большое, Ир. Лен, хочешь? Ну, в прошлом году на Хакатон, например, требовался какой-то один проект, и к нему было много требований, как там нужно его подать, там какая-то презентация, еще что-то. А в этом году совсем по-другому, и, ну, честно говоря, да, на самом деле времени осталось совсем чуть-чуть, потому что портфолио, вот именно портфолио, Лена правильно сказала, его делают очень долго. Вы потом совмещаете разные проекты и понимаете, что они друг с другом как-то плохо сочетаются визуально, что-то где-то нужно подправить. Вот, но с другой стороны, я уверена, что если вы, ну, хотите просто уже принять участие или хотя бы в образовательной программе, то собрать лучший проект – это тоже хороший вариант, если вы не успеваете именно сделать красивую общую презентацию портфолио, какой-то альбом или книжку о себе, что тоже вообще замечательно. То собрать лучшие работы тоже, я думаю, подойдет на крайний случай. Оля, а вот девочки хорошую тему затронули. Если ты вдруг не успеваешь сделать портфолио, можно ли будет потом что-то догрузить или надо сразу податься уже готовеньким? Я предлагаю просто, если вы не успеваете именно сверстать портфолио, я предлагаю вам предложить, вот как порекомендовала Лена, приложить просто ваши выдающиеся работы, просто собрать в PDF, делается очень легко, просто там в JPEG в интернете переформатируете в PDF, собираете это все в один файл и отправляете. У нас есть в заявке опция «Комментарий о себе». Вы можете как раз прописать, почему вы отправили именно эти работы и сделать мне какой-то акцент. и написать правду, что я там действительно не успел сверстать портфолио, поэтому отправляю там самые свои выдающиеся работы. Обратите, пожалуйста, внимание, и нам этого будет вполне достаточно, потому что мы работаем с аудиторией, которая действительно хочет. Если вы просто не успеваете, но очень хотите, отправьте просто свои работы в формате PDF. В этом достаточно для того, чтобы обработать вашу заявку. Окей, Оль, теперь кайверсный вопрос. Вот мы так много говорим про опыт классный. Ира там вообще уже что-то построила. Лена вот тоже такая вся из себя в международных школах обучается. Я сейчас прям вижу, как люди, которые смотрят, которые первый раз вообще у них, можно сказать, первый порыв в жизни случился поучаствовать в профессиональном мероприятии, или они вот только сейчас, ну, на момент фокотона или воркшопов экосистемы будут заканчивать первый, предположим, курс или второй курс. Они же тоже рассматриваются. Ваш не зря написано от 18 до 35. Конечно. Ты тогда... Мне кажется, очень важно донести, что мы не отсекаем никого из-за того, что ему мало лет. То есть тут вопрос в мотивации, в том, что ты умеешь и что ты можешь дать команде, и в том, как ты можешь нам это донести. Потому что я знаю, предположим, ребят с первого курса, которые классно рисуют, или классно фотографируют, или могут что-то сверстать или отфотошопить. И мне кажется, это тоже супер. То есть, ну, тут вот важен этот момент, что мы немножко будем по-разному оценивать вас, исходя из вашего опыта. Потому что нам важно сформировать вот эти команды, да, нам важно сформировать вот эти смыслы. И, ну, то есть вот этот... Не зря написано, что это конкурс, но мне кажется, это конкурс, в котором... Ну, он будет небездумный. Во всех случаях эксперты, с которыми мы работаем, это люди, которые всегда очень внимательно смотрят в портфолио. Если они будут видеть, что вам 18 или там 19 лет, и вы только-только... Ну, очевидно, да, что вы там на втором курсе, или там закончили первый, но вы уже хотите, да, вы уже попробовали, да, или вы рисуете, или вы там то-то то сделали, или вы сделали что-то в своем городе, в своем дворе, или вы там какой-то классный, интересный активист. Потому что вот Лену, я знаю, у нас там с первых курсов, ее просто было не остановить, участвовать в каких-то таких штуках. Мне очень хочется, чтобы мы просто не испугали тех, кто помладше. Ой, мы же их не пугаем? Нет, мы не пугаем, более того, поскольку наш проект такой образовательный просветительский, я очень рада малышам, которые вот совсем еще молоденькие, совсем-совсем вот первый, там, второй курс, 18 лет. Потому что наша ключевая задача – это научить. Конечно, мы отдаем отчет. Если подает заявку молодой архитектор, 18 лет, то, конечно же, у него там нет какого-то большого опыта за плечами. Но у него есть большая мотивация, и он хочет принять участие в конкурсе, пройти там образовательный курс, попасть на практически архитектурный локшоп, и мы даем такую возможность. Более того, мы даем возможность принимать участие в наших проектах не только студентов, вузов, но и сузов, что немаловажно, потому что наша задача – охватить всех и дать вот эти навыки и научить. Потому что где-то там в глубинках, в маленьких моногородах ребят очень хотят, но, к сожалению, не могут там в ряду разных причин. И благодаря вот подобным проектам, как «Готовы города», «Экосистемы города», мы открываем и открываем двери для всех. Все, кто хочет принять участие и попасть на практические воркшопы, мы для всех открываем двери, потому что это для нас очень важно. Более того, совсем молоденьких ребят, которые там первый, второй курс, студенты сузов, мы уделяем им особое внимание на наших практических воркшопов. Мы при формировании команд их соединяем с лидерами, профессионалами, там, выпускников вузов или студентов старших курсов, чтобы они у них научились. Потому что наша задача не про вот это соревнование, там, кто лучше, кто хуже, а наша задача объединить. И чтобы ребята в рамках вот этого вот команды образования научились друг у друга. И не было такого, что кто-то хуже, кто-то аутсайдер, кто-то лидер. Нет. Наша задача, мы все работаем как бы над одним, разработкой проекта, и учимся друг у друга. Поэтому еще раз, молодых студентов вузов, в 18 лет, мы тоже ждем и приглашаем, потому что у вас есть уникальный шанс научиться. Да, ну, это правда. Очень хочется, чтобы это все как-то для себя осознали. Это не значит, что вот я, а, ладно, супер, лафа, сейчас чем-нибудь заполню и прошел. Вам важно все-таки понять, подумать, прописать о себе, да, важно прописать, продумать, а что вы вставите в портфолио. Потому что, если вы совсем, ну, условно, если мы наберем безруких, да, кто там вообще ничего не может или еще ничего совсем не умеет, то они просто не сделают проект. То есть вам нужно все-таки понять, какая от вас будет польза. У нас в прошлом году была очень интересная участница, она урбанист или эколог, ну, то есть она не была архитектором. Эколог, 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 Краснодарский край, эколог. Да, но она, тем не менее, была очень полезна и интересна в команде. То есть она делала правильные акценты, да, она там формировала какую-то свою линию. И еще у нас была девушка тоже в Хмау, мне кажется, которая тоже понимала больше там в ботанике, да, была вот именно заточена на ландшафтную архитектуру или на работу с растениями. И это оказалось важно, то есть тут важно, чтобы вы сами для себя определили свою ценность и передали ее нам, ну, каким-то способом, да, там, в виде портфолио, в виде текста, в виде еще чего-то. И, ну, это вообще, мне кажется, очень важный такой профессиональный, в принципе, по жизни навык, учиться определять свою ценность в каждом моменте времени, да, и учиться понимать, как она меняется. У нас еще вопросы появились. Мы уже начинаем заканчивать потихоньку, поэтому если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, пишите. Мы будем быстро отвечать и уже будем закругляться. Еще раз напомню, что запись обязательно будет, и у нас большая просьба всех, кто нас смотрит, сделать какие-то репосты в активные интересные группы, где есть молодые люди, чтобы они посмотрели ее, да, я думаю, это снимет много вопросов и поможет ребятам определиться и поучаствовать в проекте. Еще раз подчеркну, что образовательная часть, она будет для всех, и она, ну, правда, получается полезна. Так, Максим, где можно ознакомиться с проектами, выполненными в рамках Катона в прошлых лет, которые удалось довести до реализации? Ну, и, в принципе, можно даже и не довести. Есть ли какой-то архив, может быть, какая-то база? Отличный вопрос. Эти проекты, с этими проектами можно ознакомиться на сайте экосистемы города. Там у нас есть специальный раздел проекта нашей команды, где вы можете посмотреть презентации победителей Катона и посмотреть изначальный запрос региона на разработку объекта, благоустройства. То есть там изначально прописано, какое ТЗ получили архитекторы и что получилось в итоге. Там прописаны все и финансовые показатели, и временные показатели, и почет территории, и даже кадастровый номер. Поэтому посмотрите у нас все это вот на сайте urbanecosystem.com, .ru, прошу прощения, .com, это я завернула. Вот у нас там как раз опубликованы все проекты нашей команды. Я вот не знала примеры, тоже сейчас буду смотреть. Спасибо за вопрос. С реализованными тоже, наверное, будет постепенно появляться информация, да? Ну, потому что они еще только-только начинают. Да, просто 2020 год мы попали в пандемию, поэтому немножко тут все строки приостановились. Ну, вот в глобальном плане мы занимаемся этим вопросом, так же все это будет опубликовано. Так, дальше читаю вопросы. Сейчас, секунду, мне кажется, звук. Дальше вопрос. Будет ли отбор по портфолио или на образовательную часть пройдут абсолютно все? Смотрите, на образовательную часть пройдут абсолютно все, но портфолио ваше пригодится для поездки в регион. То есть мы изначали, у нас будет такой двойной отборочный тур, то есть сначала на входе эксперты будут смотреть ваше портфолио и давать комментарии как раз по вашему портфолио, то есть вне зависимости от того, каждый из вас получит комментарии по своему портфолио. Вот, то есть от эксперта вы получите рекомендации по доработке или наоборот он скажет, что у вас все замечательно, там супер, невероятно удивлен в силу вашего молодого возраста, какой вы профессионал, это, к примеру. Вот, но еще раз повторюсь, если до 16-го, до 2-го вы не успеваете, вы не попадаете на практические воркшопы, поэтому вот в чем, почему мы так часто об этом говорим. Ну, то, что будут комментарии, тоже уже очень круто, то есть в любом случае... Каждый, кто подаст заявку, каждый получит комментарий, каждый. Да, лично вот экспертом, да. Так, дальше. Добрый вечер, спасибо за информацию. Подскажите, пожалуйста, если мой профиль, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, эстакады, пешеходные переходы и прочее, есть ли шансы? Заранее спасибо. Можно я отвечу? Конечно. Шанс есть всегда. Как я уже сказала, тут важно понять свою полезность и свой интерес участия. У нас был тоже в прошлом году молодой человек, который больше с инженерным профилем. Я не скажу, что ему было легко, и я не скажу, что нам было легко работать, да, в этой ситуации, когда есть человек с ярко выраженной другой спецификой. Но это было интересно, и это дало пользу и проекту в том числе. Важно, чтобы вы понимали, зачем вы едете. Мы будем разрабатывать эскизные концептуальные проекты, да, невозможно сделать что-то более проработанное за, там, три дня работы. Ну, еще так. Ну, тут много специфики. В общем, очень важно понимать, что это не рабочее проектирование, да, это не стадия П, это даже не, там, полноценная, там, большая всесторонняя концепция. Это эскизный проект, который ложится в основу разработки дальнейшей проектной документации, да, и дальше живет целую большую жизнь. Поэтому если вы понимаете, зачем это вам, и зачем это команде, с которой вы будете работать, обязательно подавайте заявку. И я думаю, что ваша специализация, она как раз будет сильной стороной вашей команды, особенно если вы себе выберете правильный профиль. Ну, наверное, вам логично посмотреть темы, да, и ориентироваться на все-таки какие-то рядовые, наверное, истории, нежели там реконструкцию библиотеки. Но, опять же, это решат эксперты, и они будут распределять группу. Можно я вот дам комментарий как раз? Просто я недавно общалась как раз с Липецкой, касательно реконструкции библиотеки центральной, научной. Надо понимать, что при разработке объекта, вот этой концепции, мы не должны мыслить узко, мы должны мыслить широко. И вот как раз-таки в диалоге с Липецкой областью мы обсуждали, что поскольку там этот центральный достаточно объект, задача ключевая сделать некую как бы реновацию, помимо этого объекта, и всей вот этой центральной части Липецка, включая там дороги, подходы, общественные какие-то пространства. То есть при разработке даже реконструкции библиотеки вы всегда там можете применить свои навыки, вот именно там сейчас про градостроительную специфику идет речь. Вы можете как бы предложить, что условно, изменить подход или там дорожку, или сделать какой-то там мостик этой библиотеки, потому что она там стоит на горе, там рядом река, и нужно правильно простроить логистику для местных жителей для этой библиотеки. Это тоже имеет место быть. Поэтому как бы не ограничивайтесь там и не ставьте себе каких-то рамок. У вас есть всегда возможности, есть шанс, как верно заметила Ася. Так, супер. Дальше. Я вижу еще три вопроса, я вот их читаю, и я надеюсь, что это все. Если еще что-то есть, прямо вот сейчас пишите срочно. А можно я еще скажу? Это еще про то, что разные специалисты попадают в команду. Это на самом деле самое интересное в участии в подобных проектах, потому что расширяется очень взгляд. Когда ты постоянно общаешься, допустим, лишь с архитекторами, там, жилых зданий, вот, то, когда ты попадаешь действительно с экологами или с урбанистами, ты вообще сразу по-другому видишь, у тебя по-другому гляд, вот, это тоже, это очень полезно в целом. Вы так интересно рассказывали, я уже зашла на сайт. Зарегистрировалась? Супер. Воль, давай какую-нибудь плюшку придумаем, те, кто зарегистрируется там сегодня до 12. Так. Давайте. Одна сайтония. Да, или мы какую-нибудь розуку устроим, это сейчас как все ринутся, как ринутся. Так, давайте дальше. Какие города будут на Хакатоне? Мы уже сказали, Оля может очень быстро, если повторить, без углубления. Города на Хакатоне? А, Хакатон. Нет. Я могу сказать тоже. Ну, давай, давай скажи тогда отдельно экосистему, потом сделай паузу, и скажи Хакатон, чтобы у людей это в голове разошлось. Экосистема. Липецкая область, Тульская область, Пермский край, Архангельская область, Нижегородская область, Гатон-города, внимание, Гатон-города, Псковская область, Новосибирская область, Приморский край, Курская область и Ханты-Мансийский автономный окон. Я везде хочу. Если получится, я поеду везде. Да. Хорошо. Я вам прямо говорю, мне хочется, это просто мне какой-то дикий восторг от этих городов. Так, вопрос ответили. Дальше. На Хакатон-города, список городов, регионов. Так, все это мы уже ответили. Свой регион заявлять на этот год уже поздно? К сожалению, поздно. Вы можете подать свою заявку на 2023 год. И это не поздно, и не рано, между прочим. И это не поздно, и не рано, и тогда оп. Поэтому связывайтесь со мной, мы обсудим. Да, пишите либо Оле, либо на какие-то официальные там контакты, каналы, в соцсети вас на Олю выведут. Так, А Максим, мне кажется, с Олей знаком. Максим знает, куда писать. Дальше вопросик. Последний пока. Всех предупреждаю, что последний вопрос читаю. Можно ли будет повторно отправить заявку с обновленным портфолио? Да, это возможно. У вас есть возможность до 16 февраля. Вот, поэтому пожалуйста. Ну, мне кажется, такой момент, что если вдруг человек что-то обновляет, то может быть даже потом какая-то будет подгрузка, но просто... Мы просто в системе найдем эту заявку, поймем как бы отличия, и эксперту все равно попадет в финальной версии. Да. Ну, прошу, там не началось дублирование, мы все-таки уникальных пока пользователей тоже как-то отсчитываем, поэтому спокойно, если уже подали заявку, молодцы, если нет, то предупредите как-то, чтобы мы всех по два раза не посчитали. У меня больше нет вопросов, которые я вижу. Если вопросы есть у нас, у кого-то из тех, кто в эфире, пожалуйста, скажите. У меня есть небольшой вопросик к Ольге. Просто хочется более четко понимать, что как бы регионы, они же точно обязаны реализовывать проекты, которые, ну, как бы, по которым сформированы концепции, да, в рамках что хакатона, что новой этой экосистемы. Ничего не поменялось, правильно? Ничего не поменялось, все точно в срок пять лет. Мы даем срок пять лет на реализацию этого объекта, да. Но при этом те, кто, допустим, выиграли уже там в прошлых годах со своими проектами, они, по идее, ну, как бы, теоретически могут участвовать, но на самом деле, ну, их не всегда, как бы, приглашают к участию. То есть. Ну, здесь к участию на реализацию именно строительства. Дело в том, что мы создаем после проведения этих архитектурных форшопов межведомственной рабочей группы, все данные там по участникам передаются в регион, и они уже дальше, как бы, ну, курируют процесс, а мы его просто администрировываем сверху, потому что у нас нет, грубо говоря, компетенцией заниматься именно стройкой, потому что, все-таки, бюджетное, да, учреждение федеральное, занимаемся именно такими просветительскими проектами. Мы можем выступать между молодыми архитекторами и регионами, но право выбора именно на регионе ответственности. Но это активно рекомендуется, и конечно, в рамках вот этих соглашений это тоже, ну, стараются как-то отследить. Конечно, мы работаем над ошибкой и всегда стараемся привлекать ребят. Вот. Но вы тоже должны понимать, мне кажется, это важно тоже как-то обозначить, что хакатон как система развивается, да, то есть тот хакатон, который был там 4 лет, когда был первый, 5 лет назад, это он уже сильно благодаря команде, да, и команда менялась, и, ну, и в принципе, действительно, на ошибках многие учатся, и там, я в том числе, и участники, и организаторы, и регионы, то есть с каждым годом он становится все эффективней, да, логичней и полезней, чем был в предыдущие года, то есть прелесть этого проекта в том, что он очень живой, и он реально меняется в лучшую сторону, да, он не зациклился вот в каком-то виде, как был первый раз, хотя первый хакатон тоже был очень хороший, я, кстати, не знаю, что там с реализацией, но сам формат хакатона был, наверное, один из наиболее успешных, потому что он был просто очень длинный, мы там провели, типа, 7 или сколько-то дней, из них там 4 или 5 проектина, то есть он был такой прям запоечный в плане работы, да, длинный, вот, но тем не менее вот по организации, по структуре, по эффективности работы с регионом это небо и земля, да, то, как вот сейчас ведется работа, поэтому это живой проект, и мне очень нравится, как он откликается на запросы, во многом благодаря Оле, потому что что она делает, и тому, как меняется команда Росского Центра, так что это интересно наблюдать. У нас не появились новые вопросы, я на этом думаю, мы можем поблагодарить друг друга за то, что мы пришли, за то, что мы рассказали, это видео, я очень надеюсь, будет полезным, его посмотрят записи, потому что сейчас во многих регионах уже ночь, мы его обязательно кинем во все соцсети наши по союзной цепочке, по мархи студентам, по гранате, в молодежном объединении московскому публикуем, ну и вообще еще раз думаю, что это будет полезный контент, чтобы поделиться своими с друзьями, спасибо огромное всем, кто нас слушал, спасибо огромное Оле, спасибо девочке, что присоединились к нам, поделились своим опытом, вот, как это, дзинь, бом, торжественно объявляю первый вебинар по хакатону, первая часть образовательной программы, бонусную, запущена, я думаю, да, просто, чтобы закрепить знания об этом эфире, я думаю, что мы еще сделаем там, если уже не сделали рассылку по вас, комьюнити, чтобы у вас уже четко вы понимали, куда вам нужно идти, вот. Да, спасибо огромное, еще раз напомню, пожалуйста, поскольку спамить о, ну, условно об одном и том же проекте говорить все время во всех соцсетях тяжело, пожалуйста, подписывайтесь на аккаунт экосистемы, потому что они там вот сейчас каждым днем будут выкладывать все больше и больше конкретной полезной информации и, ну, важно, чтобы она быстро до вас доходила, там, как это говорят в конце видео, колокольчик, подписка, лайк, репост, вот все, но это правда работает, потому что, ну, мы работаем, чтобы вы эти знания получили, пожалуйста, получите. Тут посыпались еще два, как написано, кротких вопроса, сейчас вот мы проверим. Каких вопросов? Кротких? Крохотных. А, крохотных. Как эта работа вписывается в формат образовательного процесса в архвозах? Я могу ответить. Хорошо вписывается, удачно, гармонично, слаженно и только помогает. И давай Лена, Лена, вот ответь, как это вписывается в образовательный процесс? Ну, мы в ВУЗе, допустим, особо, я никогда не анализировалась на территорию проектирования, и благодаря подобным воркшопам я поняла, как это делается. Во-вторых, у меня увеличилось портфолио благодаря конкурсным проектам, и, да, действительно, если конкурс получается, то портфолио насыщается очень интересными разнообразными работами. Вот, ну и, опять же, кругозор, это тоже очень важно. Нельзя только на одном лишь, там, нельзя быть уверенным, что только в институте тебе дадут все знания. Нужно в разные места пробоваться, разное, изучать, смотреть, поэтому, наверное, вот таким образом. Ну, и это не занимает столько времени, да, чтобы это как-то повредило учебному процессу. Это скорее стимулирует студента оптимизироваться и сделать все вовремя и быстро и съездить успеть на воркшоп. Вопрос о научастии в Хакатоне отдельный конкурс. Да, будет конкурс отдельный, но он параллельный. И все, кто участвует в экосистеме, будут оповещены и будут иметь возможность участвовать в Хакатоне, поскольку он начинается чуть позже, чем заканчивается набор в экосистему. Поэтому подавайте сейчас пока что везде в экосистему. Потом, как только запустится набор на сам Хакатон города, вы тоже получите звоночек. Спасибо огромное. Мы, мне кажется, ответили на все. До встречи в экосистеме, в Хакатоне, в регионах, в эфирах. Спасибо большое. Спасибо, Оля. Да, все, спасибо за участие. Будем рады всех видеть. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, заходите на сайт, там указывай на нашу почту, мы очень оперативно отдаем. Но сначала прочитайте все на сайте, там уже много написано. Все, спасибо огромное. Девочки, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Вы, правда, мне кажется, ребят вдохновили и объяснили, как это может классно получить. Всем спасибо, эфир сохраним. До встречи. Спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо, доброго вечера. Спасибо, что позвали. Пока-пока. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok